Продолжение следует... Продолжение следует... Мы готовили, приготовили LR+. Это уже у нас финишная обоя, шпаклевка. Но после, как нанесем его, можно уже шкурить и закрасить стену. Вот раствор мы приготовили. Теперь нанесем. Прежде чем наносить второй слой, нужно обязательно стену почистить еще раз. Посмотреть. И чтобы было обязательно новое шпательное. И чтобы комната была поярче. Чтобы было видно. Берем шпаклевку финишную. И нанесем. Свет для чего нам нужен? Потому что она подпоказывает полностью. Вот таким образом сделаем второй слой. Вот видите, как гладко все получается. Продолжение следует... 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 вот так вот сначала верхняя часть а потом снизу вот так проведем чтобы стыковка не было у нас поэтому нужно сразу надо оставлять чтобы она сохла когда если мы оставим вот так вот скажем что потом сделаем она вот так вот становится вот таким вот некрасивым и неровным поэтому лучше советую сразу сделать все полностью хотя бы одну стену а потом уже начинать другую стену но пока вот так смотрим где неровно ну не обязательно только вверх и вниз смотрим где неровно делаем сбоку поэтому нужно медленно аккуратно потому что это у нас уже финишные что потом легче было если у вас есть лампочки побольше так побольше чтобы было ярче это обязательно чтобы видно было вот сняли батареи все нужно снимать батареи и под батареям уже сзади надо все почистить тоже надо шпаклевать покрасить все сначала будем первым слой а потом уже второй слой откосы вот уже поставили маяки в откосе маяки стоят под уклоном если вы хотите ровно сделайте ровно вот нужно заштукатурить его а потом как высохнет уже надо будет сделать шпаклевку и покрасить идем дальше если вам понравился этот видео если вы хотите сделать ремонт качественного и недорого я напишу контакты позвоните работаем уже более десяти лет огромный опыт большой опыт у нас позвоните всегда рады все отлично вот мы уже тут прошли в этой комнате второй слой под финишной вот как мы видим было как до этого предыдущие видео если вы смотрели там все есть было как стало как если вы еще не видели это видео заходите там все посмотрите ставьте ставьте лайки подписывайтесь на канал вот дальше показываю сцену все прошли все финишное берем лампочку и шкурку такой 220 вот так шкурку вот так шкурку медленно не надо вот сильно прижимать вот так вот слегка убрать слегка убрать что лишнего это называется подготовка под покраску это называется подготовка под покраску вот у нас получилось мягкая красивая вот как шкурили потом уже можно будет покрасить покрасить я посоветую лучше не загрунтовать стену а можно загрунтовать стену а можно загрунтовать стену и загрунтовать первым слоем краску а потом уже нанести второй слой краски если мы нанесем грунтовку на стену перед покраской краска не будет хорошо держаться появляется пятно но это по моему опыту я уже больше десяти лет в этом сфере работаем поэтому лучше советую пройтись пройтись краской самой грунтовку а потом уже покрасить прежде чем покрасить потолок верхняя часть я вам советую если у вас готовы вот как у нас потолки готовы нужно будет пройтись вот вокруг потолки скотчем малярным скотчем чтобы не испачкать потолки но это я в следующем видео я вам покажу все как нужно сделать а пока до встречи желаю вам здоровья счастья и любви подписывайтесь на наш канал и самое интересное еще впереди у нас до встречи